Доброе утро, малыш. Доброе утро, братик. Доброе утро. На игрушечку мама почистит зубы. Держи. Подальше от края положим. Так лучше. Доброе утро, понедельник. Пока последи за моим телефоном, я сейчас приду. Мы одеваемся. Ой, носки одеваем. That is gonna be the best day of my life. Снимаем старое, опускаем старое. Дай вам привет новому. Ты опять на себя зыришь. Любимая развлекалка, да? Обычно мы подмываемся, но сейчас мы не будем подмывать, потому что я стараюсь ее как можно меньше поднимать. Аркашки ее нет, поэтому да. Мы перешли на кухню. Естественно, я не снимала наше перемещение, потому что это невозможно было. Главное тут продолжать, разговаривать с ней. Перец. Мне кажется, я уже голос развила и развила очень сильно. У меня прям более мелодичный голос стал. Мы добавляем овсяное молоко. Я на самом деле целую чашку кофе не выпиваю. Половину, может быть, коллаген для моих суставов. Это у меня капучинатор тут. Опа, все смешает. Ой, разлили. С новым днем тебя, дорогая. С новым днем. Я еще не расчесывалась. Нам нужно сделать хвостик. Не, пучок. Мой фирменный. Буду делать кашу. Ребята, у нас сегодня будет врач. Два врача. Невролог и массажист. Ну, один врач и массажист. Для Авроры Аркадьевны, естественно. Хотя маме тоже не помешает. Массажист. У меня сейчас дома живет моя сестра Полина. Но она сейчас не встала. Обычно она с нами встает. У нее вчера был день рождения у нашей старшей сестры. Она пошла на него. Я не пошла. Я была с ребенком. И вот. Она отсыпается. Сегодня нам нужно немного сахара в крови. Я обычно не добавляю ничего в кашу. Но сегодня я добавлю... Maple syrup. Эй, сейчас капризуль. Мы еще не умывались с утра. Тихо-тихо-тихо. Давай умоемся. Малыш. Так, ясно. Она уже кушала ночью. Два раза. Или три. Сейчас у нас завтрак-завтрак. У нас врач в 9-9.30. Тебе нужно ободрствовать чуть-чуть. Просто нет смысла сейчас засыпать. У тебя в 8.30. Ты уснешь и сразу же проснешься. Да, поползли, 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 поползли. Будем укладываться. Она начала давать мне знаки. Мотать головой. Сосать пальцы. Хочу спать, мама. И вот это вот, да. Опа. Ну что, бежим спать. Ну давай, малыш. У нас тут очень-очень холодный балкон. Ну, прохладный. Зато на улицу не надо выходить. Она только так сейчас засыпает днем. Сейчас у нас есть время помедитировать. Хотя бы 10-15 минут. Я помедитировала. После медитации я пишу 10 целей. Всегда. Каждый день. Не перечитываю, просто пишу и отпускаю своих собственных целей. Так, будто бы они уже случились. А сейчас я пойду в душ. У меня новая шторка для ванны. Она меня радует. Я еще сегодня буду тренировать. Полин, врач пришел. Ладно, душ переносится. Врач ушел. Идем в душ. Поле пытается боюкать оброгу. Я сейчас позанимаюсь быстро. Вы спросите, почему я приняла душ до занятий спортом. Потому что я так распределила время. Лучше я сейчас приму, приведу себя в порядок и сделаю свою тренировку. Она достаточно нежная. И я не буду потеть сильно. Поэтому мне без разницы. У меня мамский бардак. Мы ездили недавно в Пятигорск. И до поездки я узнала, что у меня диастаз. Мы сходили к хирургу. И он мне запретил поднимать тяжести. У меня первая степень расхождения мышц. И хирург мне порекомендовал начать упражнение на пресс. То есть найти курсы или еще что-то такое. И я такая, да, конечно. Сейчас я вас поставлю. Да, конечно. Я все это буду делать. И я немножко забил. На какое-то время. Но у меня в голове это было, что нужно найти курсы. И я сказала Аркаше, вот, типа, надо, наверное, тренер найти, пойти куда-то. Ла-ла-ла. Аркашка мне сказал, почему ты не попробуешь Секту? Это онлайн-школа. И, в принципе, есть офлайн тоже. Фитнес-студии Секта. Он просто подписан на владелицу, создательницу идеи, в принципе, Олю Маркес. И он кайфует от нее. Я зашла на ее страничку. И она, правда, супер-классная, супер-интересная, творческая личность. Она певица, она мама. И я подумала, что, да, я бы хотела очень попробовать заниматься у них. И представьте, буквально через несколько дней я получила имейл от них с предложением о сотрудничестве. Аркаша даже больше меня обрадовался, потому что он очень, как я и сказала, фанатеет. Это в хорошем смысле этого слова. Фанатеет. Ему нравится творчество и все, что делает Оля. И я тоже теперь в рядах фанатов. И вот сейчас я тренируюсь в Секта-сколл. Курсе для мам. Там тренировки очень нежные. Что круто, там есть разные степени сложности одновременно. То есть вы смотрите, там Оля, к примеру, делает более интенсивную степень. Рядом девушка, тренер, делает более мягкую степень интенсивности той же тренировки. Я люблю пороще. Это просто я говорю. Я прямо обожаю кардио, чтобы было все... Но после родов, после беременности нужно нежно к себе постепенно слушать тело врача своего тоже, если вам уже можно тренироваться. Тренировки все очень короткие. Я сейчас делала утреннюю и основную. Также на этом курсе вы можете найти информацию про питание, рецепты, психологические видеолекции и статьи. Можно заниматься на курсе самостоятельно или при поддержке куратора. Кураторы помогают втянуться в тренировочный процесс, дадут подсказку по питанию, проведут за руку через весь курс и поддержат. А если вы из Москвы или Петербурга, можно во время курса посещать зал сектор. И у меня для вас есть промокод, который дает скидку 15% на курс с куратором. Вы можете оплатить любое количество недель. Кстати, на сайте курса есть пробный день, ссылка по которой переходить и промокод. Я все оставлю в инфобоксе под видео, поэтому пользуйтесь. Я на седьмом небе отчасти сотрудничать с этими прекрасными ребятами искренне рекомендую. Переходите. Я обычно занимаюсь, когда Амбро распит, она сейчас спит как раз. Очень удобный и классный формат курса. Знаете, не просто видео, где двигаются и все, а с тобой общаются. Очень-очень хорошая подача. Заряжает неисусветно, неимоверно заряжает. И в такие дни тяжелые сейчас поддержка всем нам нужна и нашему телу. Время кушать. Короче, у меня отличное настроение после тренировки. Попросила Польку сделать мне второй завтрак сейчас. Будем ждать массажиста. Такие вот у нас планы пока что. Аврора любит лежать на животе. Аврора психует и ненавидит, когда я сижу в телефоне. Или кто-то, кто с ней сидит, сидит в телефоне. Поэтому тяжело снимать. Она все время отвлекается. Она такая, а что это тут делает телефон? Убери на меня все внимание. Я даже когда на ночь ее кормлю, я не могу взять телефон там посидеть. Я просто вот так лежу и глажу ее. Она очень любит, чтобы прям с ней были. Я ее понимаю. Это очень неприятно, когда ты сидишь с человеком, а он в телефоне, да? Я тоже против. Она улыбается. Я понимаю. Просто мне нужно еще успевать работать, знаешь? Так, как-то вот так вот. Находить пути обходные. Время кушать. У меня сегодня, оказывается, будут пары, по которым мне нужно было сделать домашку в субботу. Поля и учеба. Ну блин, ну я пыталась ее сделать, но не случилось. Мы идем менять память. Видеограф идем домой. Давай, давай, работай. Это мы вам не покажем, потому что нас в YouTube удалит тогда. Не продумала план действий? Перервался живот? Это ситуация с разными аврорами мне. У нас сона номер два, сейчас укладываю. Усталый ребеночек очень. У меня пришла доставка еды, сейчас будем кушать. У меня тут куриный бульончик, потому что я люблю куриный бульончик. Ничто так не поднимает настроение, как Гарри Поттер. Я готова вечно его пересматривать. Третья часть моя любимая. Успела посмотреть 15 минут. Насыпалась я голубикой. Оброжа проснулась. Ой-ой-ой. Так, у нас будет очередное кормление. Я надеялась на подольше поспит, конечно. Сколько мы поспали? Минут 30-40. Сейчас будем спать. Как я рада, что мы не сделали ремонт здесь. И я могу катать ее и укладывать спать прямо здесь. Конечно, смешно выглядит. Я замерзла на балконе. Будем пить чай. У меня тут чай специально для горла больного. Я просто жутко болела на прошлой неделе, только вот выздоровела более-менее. Думала, попью чай. Видимо, в другой жизни попью чай тоже. Аврора, сегодня, может быть, бабушка твоя заедет? Моя мама. Я сейчас буду пить чай. Не смотри на меня так. Улыбается мне. На улице просто урагат. Я вот хотела, знаете, сейчас сесть на пить чайок спокойно и посмотреть один влог, который я очень хотела посмотреть. Про Нью-Йоркскую неделю моды блогера Валерия Липовецки. Я ее очень люблю, кстати. Если кто-то говорит на английском, вам понравится она. Если я вам нравлюсь, то она вам тоже понравится. Давай досмотрим. Я уже начинала его смотреть, но с тобой у меня не получается просто сесть и посмотреть. Так, малявочка, молчим. Это хорошо. И вот мы вновь здесь. Желайте мне удачи. Теперь я не могу уснуть. Я ее уложила, легла, не могу уснуть. У меня сразу же много мыслей в голове. В итоге помедитировала еще раз, вспахнула. Скучаю очень по Аркаш. Ну, я Синхер. Скучаю. Выпустила пару слез. Сейчас, наверное, пойду все-таки посмотрю что-нибудь на iPad и приготовлю себе ужин. Ой, только я вышла из комнаты, Аврора тоже проснулась. Будем вместе сейчас готовить. Это Абра. Я когда рожала Аврору, играла Абра. Не, играла Мамма-Мия. Ты не Абра, но я не делю. Я так и не пошла на танцы по обстоятельствам, потому что я с ребенком теперь одна. Пока что. На какое-то небольшое время. Но да. Поэтому мы танцуем. Как душа говорит. Сейчас я буду обжаривать на кокосовом масле цукини. Ну, так, не сильно я добавлю воды. Больше тушить буду, чем обжаривать. Я люблю. Я люблю так. Я тебя люблю. А, мы забыли посолить. Ну, посолить можно, да? Я каплю добавлю все-таки еще оливкового масла. Чуть-чуть. Я обожаю ше. Это она поет как-то. Немножко добавлю. Добавляю в спинат. Я просто стараюсь запихнуть всю зелень в себя. В один мил. Это с собой с овощами. Я заказывала днем две порции. Как-то так. Солнышко кушает. Солнышко мое кушает. Потом мама покушает. Теперь кушает мама. Да. Не сидит она. Дождик на улице. Грустно, будто бы Дементри сейчас вылетит. Экспекта патроно. Ой, я так жду, когда я с ней смогу первый раз пофорить Гарри Поттера и почитать. Это же так круто. Она его еще не читала и не смотрела. Мы забыли сказать привет красивой девочке. Привет! Привет! Жали. Оливаться в мишку. Бежали. Ем чаек. Такие моменты, конечно, я скучаю. Такие моменты, какие моменты. Я просто скучаю по Аркаше. Каким-то маленьким вещам. Теплу его. Заботе. Помощь. Сейчас первый день, когда Поля пошла в универ. Она обычно со мной была весь день. Как сказал Дамблдор, нужно даже в самые темные времена находить свет. Я ее уложила. Пока она спит, надо успеть в душ, потому что я не думаю, что она крепко спит. Сейчас уже шесть вечера, чтобы я успела сходить. Потом буду ее купать. Одна. Я первый раз буду ее одна купать. Не успела. Я не успела сходить в душ. Ну, видимо, уже на ночь даже спать. Что мы будем делать? Конец дня. Я уже, конечно, очень заколепленная. Я заколепленная, уставшая, но благодарная и счастливая. Будем думать, как будем сейчас. Я приму душ сначала, потом наберу ванну, потом тебя искупаю. Еще в лоб одновременно буду снимать для вас. Я просто герой. Пока она спокойная, пойду схожу в душ. Просто посажу ее радость с собой, пока я в душ. Чтобы мне настроение испортилось. Видимо, усталость догнала меня и сразу же, знаете, так грустно. Ничего, это исправляется сном. Ты не дашь ночью поспать? Сейчас мамочка пойдет в душ. Она будет за тобой наблюдать прямо оттуда. Договорились? Она, в принципе, еще не сможет выбраться отсюда. Слава богу. Ой, вышли из душа. Началась такая истерика у Афлора. Когда я в душ зашла, я с ней говорила, смотрела на нее. Но она все равно орала, как будто бы все, кошмар, конец, свет. Все, мы почти закончили, да? Маленький животик. Мой сладенький. Если кто-то из вас не смотрел фильм «Русалки» с Шер, посмотрите. Чего ты возмущаешься опять? Мой любимый ромашковый чай. Я доедаю свой ужин-обед. Мне хочется безумно сладкого. Знаете, вот когда очень устаете или немножко стрессуете. Ну, больше усталости, наверное, хочется сладкого мне. Так, нам нужно решить еще пару рабочих моментов. Вот я очень люблю творческую часть создания контента и вот это все. Я вот творческий человек. Когда дело касается переговоров, подписи договоров, вот это все. Мне Аркаша помогает. Я вообще не люблю это, терпеть ненавижу. Хотя я люблю монтировать, но я сейчас так благодарна монтажеру своему. Все, памперс улетел. Вылезай, вылезай. Все, полотенчика, полотенчика, полотенчика. Вначале нам не нравилась вода, потом все наладилось. Кремушком намажемся. Так, этот закончился. Пока. Я тебя люблю. Facial, facial for the lady. Все, пошли, пошли в комнатку, пошли. Мой сладкий. Конфетка на ночь, конфетка на ночь. Раз, два, три. Она очень спать уже хочет. Все, мы ложимся, ребята. Спасибо за просмотр. Я буду ее укладывать. Это было тяжело снимать очень, но я рада, что я сняла это. Всем добра. Сходи на ночь.